В эфире «Арсенал». О новостях армейской недели в информационном обзоре программы. В нынешнем году на вооружение белорусской армии поступят ракетные комплексы «Полонез» с дальностью стрельбы до 200 километров. В ближайшие два года отечественные разработчики обещают создать новую ракетную систему, способную поражать цели на удалении до 300 километров. Это предельный параметр по дальности, разрешенный договором об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом на уходящей неделе президенту доложил председатель военно-промышленного комитета Сергей Гурулев. Это не единственный крупный проект оборонного комплекса. В январе с китайского космодрома «Сичан» запущен белорусский телекоммуникационный спутник. Используя возможности сателлита, Госкомвоенпром планирует создать подвижные приемопередающие станции, в том числе в интересах силовых структур. Минск стал площадкой встречи военных атташе более чем из 30 стран мира. Начальник департамента Международного военного сотрудничества Министерства обороны генерал-майор Олег Воинов ответил на вопросы дипломатов в погонах. Основные темы – текущее состояние и перспективы развития вооруженных сил, а также вопросы контроля над вооружениями. На очереди проекты по военно-техническому сотрудничеству. Они сейчас находятся на стадии рассмотрения. Я надеюсь на дальнейшее развитие партнерских отношений. Заместитель министра обороны по тылу генерал-майор Виталий Киреев вручил боевое знамя личному составу 65-й автомобильной бригады. Торжественная церемония прошла в обновленном военном городке в Жодино. Сегодня офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, гражданский персонал предлагают все усилия в деле развития транспортных войск. И ежегодно подтверждают звание лучшей воинской части среди частей тыла вооруженных сил. Выражаю уверенность, личный состав бригады пронесет боевое знамя с достоинством и честью. Торжества, посвященные выпуску офицеров-финансистов, прошли на военно-техническом факультете в БНТУ. Лейтенантские погоны и дипломы о высшем образовании получили 14 специалистов. Реплика чешского легкого танка «Панзер-38» пополнила коллекцию действующих экспонатов историко-культурного комплекса «Линия Сталина». Образец периода Второй мировой войны воссоздан по чертежам, описаниям и макетам с детальной точностью. Свой первый бой машина примет в фрагменте реконструированной Сталинградской битвы 27 февраля под Заславлем.